В Интинском районе из-за потепления закрывается зимник до Печоры. Автодорога функционировала с конца января. Она техническая, обслуживается Печорским линейным производственным управлением магистрального газопровода. Как раз по ней была отправлена последняя колонна автомобилистов на юг. Любовь Лапина о том, как это было. Уже два года у жителей Инты есть возможность выезжать за пределы муниципалитета на собственном транспорте. Правда, только раз в году по зимнику. Это стало возможно благодаря соглашению между городской администрацией и газовиками. Люди давно мечтали об этом, а потому активно используют дорогу. Всего за пару месяцев из Инты выехало около 200 автомобилей. С Печора в Приполяре приехало более 150. Жители очень довольны. Есть благодарности даже людей, которые приезжали из других городов. То есть в этом году организована работа очень хорошо. Хочу поблагодарить руководство газовой компании, а также людей, которые сопровождали и обслуживали колонну. И хотя проезд по зимней автодороге пользуется популярностью, есть все же и свои нюансы. Машину необходимо предварительно подготовить. Да и погода может сыграть злую шутку. Владимир Алексеенко целую неделю жил в своей машине «Урал». Все никак не мог выехать из Инты в родную Ухту. Сюда-то никаких случаев не было. А вот назад, да, 30 дней. С 30 апреля по 5-й просидел. А почему так? Ну, что сделаешь? Пропуск так не дал «Газпром». Только на сегодня. Дорога до Печора занимает от 4 до 8 часов. Все зависит от состояния зимника. Колонну транспорта всегда сопровождает машина Печорского линейного производственного управления магистрального газопровода. При возникновении внештатных ситуаций никто из водителей не останется без помощи. На каждый автомобиль выписывается специальный пропуск. Перед отправкой все машины проверяют. А водители проходят инструктаж по технике безопасности. И только после этого зимник открывают для движения колонны. Я 12 лет на зимнике отработал, будучи живем в Инте. И что такое зимник? Мне говорят, знакомы не понаслышке. Евгений Мальцев – бывший интинец. Сейчас проживает в Твери. Признается. Рад, что теперь есть возможность приехать при Поляре на собственной машине. Здесь я был в гостях неделю. Здесь мои друзья, знакомые. Здесь моя родина. Приехали с супругой неделю погостить. Сейчас пытаемся обратно выехать. Проезд по зимней автодороге водителям автоколонны ничего не стоит. Все на безвозмездной основе. Один лишь минус – возможность воспользоваться этим путем у интинцев ограничена погодными условиями. С первыми солнечными лучами и потеплением движение по техническому зимнику прекращается. Возобновится оно уже в следующем году.